по кормлению бездомных животных если животных не кормить то они отнюдь не умрут с голоду но им придется работать животные которые регулярно получают ну я не имею в виду вы идете кто-то смотрит на вас голодными глазами в этом бросили ему кусочек булочки но если вы регулярно устраиваете столовую как где как делают бабушки с кашами с борщами или с большим количеством сухого корма то животных можно уподобить пенсионерам или получающим безусловный доход причем в отличие от людей которые имея пенсию и имеет безусловный доход тратят свое свободное время на творчество на поиск себя то животные чаще всего тратят это время на глупости то есть они начинают преследовать кошек в качестве игры охоты они имея столовую в же месте начинают эту территорию охранять облаивая людей прохожих то есть демонстрируют кормящую кормить у своему преданность нападая на людей в его присутствии поэтому они уподобляются людям которые имеют безусловный доход или пенсию не по возрасту а просто пенсию начинают заниматься ерундой наркотиками разгулом воровством то есть дуримается от излишек свободного времени и сил собаки обычно проявляют агрессию и нападают на людей когда они в силе когда они сытые уверенные в том что у них есть какой-то друг человек регулярно их подкармливающий и таким образом наглые собаки же которых люди не кормят столовую не устраивают постоянно целый день находятся в поисках пищи и они и находят в достаточном количестве но они заняты все время я не думаю что в приднестровье или вообще в регионах славянских когда-нибудь будет устранена кормовая база в виде вот таких вот мусорок в которые можно запрыгнуть в виде иногда люди овощи пакеты с овощами с отходами бросают прямо в урны собаки вытаскивают из урн в общем получают от случайных прохожих это нормально если ты получаешь от случайного прохожего еду ты никого не станешь облаивать ты всем будешь хвелять хвостиком и ты не этой еды не получишь много то есть тебе придется клянчить целый день тебе будет не до глупостей поэтому я не солидарен с зоозащитниками которые протестуют против подкармливания собак еще раз закон о том что бездомных животных вернее не закона положение сейчас есть и в террасполе а в террасполе не знаю в бендерах есть о том что нельзя кормить собак имеет в виду именно столовую если вы идете по улице и к вам подбежала собака виляет хвостиком у вас сумки нашлась там кусочек булочки вы бросили никто вас за это не накажет и не оштрафует закон не об этом закон именно о том что регулярно на одном и том же месте причем это место естественно не пустырь обычно это делают недалеко от своего дома вы выносите какую-то кастрюлю или какой-то мешочек с кормом и собаки начинают эту территорию охранять доставляя массу проблем людям которые их не кормят они реально нападают и собаки в отличие от людей моральных понятий не имеют они нападают именно на слабых то есть это могут быть дети это могут быть пенсионеры и я видел эти нападения лично каким-то образом зоозащитники умудряются прожить жизнь и ни разу не увидеть как собака вообще нападает на человека а я видел и укусы помню искал кто напал по видеокамерам на рынке нашли этих собак сбили пенсионерку на то есть вообще ни за что она вообще на них не сумму не то что провоцировала вообще их не видела не смотрела была сбита с ног и укушена за руку просто так на эти вот собаки чем отличается от людей только отсутствием второй сигнальной системы абстрактным мышлением может быть а в принципе собака может действовать как человек-бандит она может действовать как разумный благоразумный человек спокойный да а может действовать как вредный человек может действовать просто таки как бандит то есть без всяких предупреждений кусать может говорят собака а щетиница облает не всегда может тихонько подойти и не за что укусить такое было и меня кусали и при мне кусали и как я уже говорил по изучению материал видеокамер я видел как это делается то есть это кстати были сытые собаки у которых это они на рынке напали на женщину и на этом рынке у них фактически были владельцы то есть они были бездомные но их регулярно кормили конкретные торговцы и собаки считали этих торговцев своими хозяевами рынок своей территории вот отсюда начинаются проблемы в индии собаки на людей не нападают потому что обычно их почти никто не привлечает все бросают их палками они держатся с большим уважением к людям на расстоянии и вот этих проблем нет поэтому кстати в индии нормально о с вв потому что нападений покусов там нет но в европейской территории где половина людей подкармливает а какая-то часть кормит регулярно и становится фактически владельцами этих собак для собаки так мыслят в этом случае собаки повторюсь много много раз буду повторять потому что это важно собаки начинают наглеть они имеют силу для нападения они имеют наглость они имеют представление что за ними стоит какой-то человек и поэтому человеческий рот в принципе это не что-то такое особенное но как если у вас допустим есть какой-то милиционер влиятельный в друзьях то вы милиции уже не боитесь вот типа того и с собаками происходит как реализовывать свое естественно душевное желание помогать собакам если не подкнись и не кормить их но можно как я говорю давай случайные когда никогда давать какое-то лакомство не регулярно не в одном этом же месте от случая к случаю я к примеру с собой всегда имею кошачий корм в таких коробочках из-под поливитамина типа ундивита и когда кто-то подходит ко мне с просящими глазами я даю ему какую-то капелюшку вот именно как лакомство это не испортит собаку наоборот она в каждом незнакомом человеке будет видеть не жертву а будет видеть источник еды то есть будет видеть покровителя вот так я думаю о подкармливании животных